Демократия Это политический митинг, вот наглядное тому подтверждение Это буквально самая безумная фигня, которую я когда-либо видел Это таргет прямо сейчас Секундочку, вы можете подумать Это не похоже на политический митинг, эти люди похожи на мародеров Они разбивают кассовые аппараты молотками, чтобы украсть чужие деньги Ну да, технически этим они и занимались И, кстати, по факту они разносили кассовые аппараты Потому что они уже вынесли из магазина все остальное Так что нет, это не похоже на обычный политический активизм Но прежде чем судить их, подумайте о том, что бывает и хуже Эти люди ведь не занимались чем-то аморальным, как, скажем, те, что протестовали против введения карантина в Мичигане Это было бы совсем другое Право чернокожих на протест вторично по отношению к праву белых Протестовать с применением длинноствольного оружия Ужасающего боевого оружия Так закончился протест в связи с гибелью Флойда Полицейские в снаряжении для борьбы с беспорядками Заливают улицы слезоточивым газом И стреляют по толпе резиновыми пулями Еще один пример того, как эта пандемия Стала своего рода прожектором Осветившим все неравенство американской жизни Сейчас ходит мем, в котором те копы с черным парнем на земле Говорят привет белому парню в камуфляже с АК-47, который протестует в Мичигане Мол, когда белые протестуют с оружием и выходят на улицы, и они обозлены И они сталкиваются с полицией, ничего такого не видел Все цивилизовано Как будто одни люди наделены гражданскими правами, а от других просто ожидается послушание Те люди в итоге пришли в Капитолий штата с автоматическим ружьем И с ними обращались очень дилетантно О, видите ли, это совсем не похоже на тех фашистов в Мичигане В Миннеаполисе есть причина, по которой люди это делают Уважительная причина Даже те, кто разбивает кассовые аппараты Они делают это цивилизованно, так что расслабьтесь И, кстати, кассовые аппараты в любом случае заслужили этого Джой Рид с MSNBC предполагает, что это, вероятно, европейские кассовые аппараты И, следовательно, они причастны к угнетению Европейцы приехали в эту страну, чтобы не быть подданными королей в Европе Но здесь они создали что-то вроде собственного королевства Где каждый из них король А черные — это их подданные Эти белые люди, они могут взять оружие и ворваться в Капитолий штата И полиция ведет себя доброжелательно Они даже не проявляют опасения Но стоит черным выйти и начать протестовать по поводу смерти невиновного черного мужчины И нам сразу что нужно? Слезоточивый газ Шарлосфель, то же самое, полицейские были там, чтобы защищать марширующих неонацистов А не чтобы защищать черных граждан Вам может быть интересно, кто смотрит эту Джой Рид Ну, похоже, что люди, которые управляют Миннеаполисом, смотрят Джой Рид Когда город развалился у них на глазах, местные лидеры засели совещаться И вот они объявили о том, что расизм — это, цитата, «национальная чрезвычайная ситуация» CNN тут же сообщил об этом, как будто это самая важная новость Тем временем толпы в центре Миннеаполиса продолжали грабить магазины А нормальные люди всех цветов кожи заперлись в домах и с ужасом наблюдали за происходящим Никто не потрудился объяснить, как все это связано Какое именно отношение имеет расизм к разграблению банкоматов или к краже игровых приставок из Таргета? Все это вызывает недоумение Что мы знаем, так это то, что беспорядки теперь приемлемы, потому что расизм — это чрезвычайная ситуация Это теперь новый стандарт Хорошо Теперь, когда у нас чрезвычайное положение, вопрос в том, что неприемлемо Что-нибудь Вот что скандировали вчера вечером в Миннеаполисе некоторые из протестующих Стреляй белых! Стреляй белых! Вы не увидите этот клип на CNN Почему? Это просто Такие факты, как этот, а их много, ставят под сомнение тщательно выстроенную историю, очень выгодную для наших лидеров Поэтому эти факты должны быть скрыты Например, почти каждый день нам говорят, что белые копы — это смертельная угроза для чернокожих В некоторых случаях, очевидно, так и есть Это то, с чего все началось Чернокожий был убит полицией Это ужасно Но каковы цифры по всей стране? Но вообще-то мы знаем ответ Исследование, проведенное в прошлом году, показало, что белые полицейские реже стреляли и убивали не белых подозреваемых, чем не белые полицейские В любой конкретный год полиция убивала больше белых подозреваемых, вооруженных и невооруженных, чем чернокожих И это, кстати, не политическая пропаганда, а доказуемый факт И все же никто на телевидении никогда не скажет этого, потому что этот факт угрожает тем мошенническим схемам, над которыми они работают Эдди Глауд младший является настоящим воплощением этого феномена Если вы когда-нибудь задумывались, является ли эффективным бизнес-планом кричать «расист» на людей, от которых вам что-то нужно, то Эдди Глауд — живое доказательство того, что так и есть Регулярно крича «расист», Глауд смог пройти весь путь от посредственности до профессора Принстона Это работа с такой высокой зарплатой и такими невысокими фактическими требованиями, что Глауд может одеваться как британский лорд и проводить большую часть дня, курсируя на лимузине между съемками новостных передач Отличная работа До тех пор, пока Эдди будет продолжать обвинять в расизме тех, кого нужно, он, вероятно, всегда будет оставаться на своем месте Так что, естественно, Эдди Глауд не заинтересован в объяснении того, как именно расизм заставляет людей грабить Таргет Ну, просто заставляет, а если ты не согласен с этим, то ты сам расист, так что заткнись Как сказал Глауд зрителям MSNBC, все дело в контексте Естественная реакция большинства людей, когда они чувствуют несправедливость, когда они чувствуют себя притесненными, заключается в том, чтобы выплеснуть злость И это история современного Запада, история всего мира И часть того, что мы должны сделать, это попытаться понять контекст, который привел к тому, что случилось О, контекст, и прищурьтесь вот так, контекст Конечно, у поджога Макдональдса существует контекст, говорит профессор Глауд Это интересно Вы должны задаться вопросом, как бы отреагировал Эдди Глауд младший, если бы с ним случилось что-то подобное Если бы мародеры напали на его дом, Глауд тоже назвал бы их протестующими И смотрел, как они выносят его коллекцию галстуков Эрме Если бы преступники в банданах разбили лобовое стекло его БМВ камнями Позвонил бы Эдди Глауд в полицию, или звонить в полицию было бы по-расистке Как долго, другими словами, Эдди Глауд смог бы рассказывать свою обычную ерунду про расовую справедливость Столкнувшись с насилием, вроде того, которое он регулярно оправдывает по телевидению Мы думаем, что не очень долго, это просто догадка Будем надеяться, что Эдди Глауд никогда не столкнется с чем-то подобным Будем надеяться, что никто из нас не столкнется Проблема со вспышками насилия толпы в том, что вы понятия не имеете, куда они пойдут дальше Иногда они замедляются, часто они метастазируют Они непредсказуемы, и они смертельно опасны, и поэтому нельзя их поощрять В Сент-Поле, в витринах магазинов, появились таблички с надписью «Это черный бизнес» Другими словами, мы правильного цвета кожи, пощадите нас О чем это говорит? Представьте, если бы вы увидели на витринах таблички с надписью «Это белый бизнес» Вы бы были в ужасе, и неспроста, вы бы знали, что это расовый погром У нас в этой стране было много таких за всю историю, и нет ничего хуже этого Но в Миннеаполисе решили просто позволить беспорядкам случиться, и к черту все последствия Смотрите, как начальник городской полиции объясняет, почему он не собирается делать вообще ничего, чтобы остановить беспорядки Итак, вы говорите, для полиции слишком опасно напрямую противостоять мародерам Поэтому вы решили оставить этот участок на некоторое время и сфокусироваться на том, чтобы поддерживать порядок в остальной части города? Безусловно, наши сотрудники провели там несколько часов В них бросали коктейли молотова, камни и другие снаряды Так как их безопасность, очевидно, превыше всего Я не хочу, чтобы они оказались в зоне, где им грозит опасность Очевидно, что безопасность сотрудников превыше всего, заявляет шеф Интервьюер молчит Но на самом деле это совсем не очевидно В действительности все совершенно наоборот Общества в первую очередь заботятся о безопасности граждан, особенно самых слабых Для этого вообще-то и существует полиция, чтобы защищать людей, которые не могут защитить себя Не все хотят заниматься этим, и это нормально, займитесь чем-нибудь другим Но мы не можем допустить этого Представьте, если бы секретная служба вела себя так же Простите, не можем защищать президента сегодня, слишком рискованно Как насчет военных? Мы бы с радостью отразили это вторжение, но, к сожалению, мы можем пострадать Приносим извинения Все бы полетело к чертям Все и летит к чертям в Миннеаполисе И когда это происходит, наши лидеры кажутся в восторге Они не делают ничего, чтобы сгладить расовый конфликт На самом деле они его раздувают В четверг утром Нью-Йорк Таймс написала статью под заголовком «Как белые женщины используют себя в качестве инструментов террора» Под заголовок гласил «Слишком много удавленных шей, обугленных тел и утопленных душ, чтобы отрицать, что они точно знают, что творят» Секундочку «Они...» Что «ОНИ» делают? Имейте в виду, это было опубликовано не в бесплатном еженедельнике Это Нью-Йорк Таймс, самая важная газета этой страны, главный храм американского либерализма В Нью-Йорк Таймс пишут, что каждый человек определенного цвета кожи и пола причастен к геноциду «Они запятнаны кровью, они убийцы, каждый из них» Что делают с убийцами? Вы знаете ответ Трудно поверить, что наши лидеры на самом деле говорят нечто подобное, но они говорят много и громко И если они будут продолжать, все это плохо кончится Тем не менее, они, по-видимому, даже не собираются останавливаться Смотрите, как два главных ведущих канала CNN добираются до коренной причины той чрезвычайной ситуации, которую мы переживаем Они обнаружили, кто в этом виноват Виноват на все 100% Они знают, кто виноват Вот подсказка Это целая расовая группа Не черные обязаны остановить расизм Это обязаны сделать люди, которые находятся у власти в этом обществе Они должны сделать это Сделать грязную работу И угадай, кто это? Кто это такие, Крис? Белые люди Забавно, как мы часто на это указываем Что это те самые люди, которые утверждают, что борются с расизмом Ладно Но на этот раз проблема гораздо серьезнее, чем просто лицемерие К этому мы давно привыкли Проблема гораздо более страшна Вот она в трех предложениях Нас в этой стране 320 миллионов Многие из нас сильно отличаются друг от друга, но все мы должны жить вместе На самом деле большинство из нас хочет жить вместе Но наши лидеры неожиданно делают это пугающе сложным КОНЕЦ 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 КОНЕЦ